Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Николай Силков. Смотрите сейчас. Риски вниз. Бобруйским пенсионерам и инвалидам бесплатно доставят продукты на дом. Как это работает? Самые обаятельные и привлекательные в городе наградили милых дам. Корпоративный карантин, как белорусское предприятие, спасает сотрудников от эпидемии. А также фликер с продолжением, безопасный завод и плюс до субботы какие сюрпризы готовит небесная канцелярия. Вместо тысячи слов свыше двух тысяч горожан предпочли традиционной бумажной жировке электронную. С каждым месяцем, заверяют в организации, число желающих растет. Онлайн-версия не только сэкономит время, но и сбережет экологию в городе. На распечатке извещений ежемесячно тратится полтонны бумаги. Максим Кембель продолжит. Возможно, привычная многим бумажная жировка совсем скоро уйдет в историю. Сегодня, чтобы посмотреть историю платежей, не обязательно выходить из дома. PDF-версия, кстати, ничем не отличается от традиционной. Здесь и тарифы, услуги и, конечно, итоговая сумма. Электронное извещение. Быстро, просто, удобно и теперь еще экологично. Очереди отменяются, функционал постоянно растет. Мы сформировали начисление и сразу же в автоматическом режиме пошла рассылка извещений на электронную почту. Только после этого печать и разнос извещений до плательщика. Анну мы встретили утром в расчетном центре на интернациональной. Девушка решила, что достаточно бумажной волокиты и пора переходить на онлайн-версию. Для того, чтобы написать заявление, нужен только паспорт. Потому что это выгодно, быстрее приходит извещение на электронную почту, можно быстрее оплатить, чтобы не собирать задолженность. Еще есть способ оформить посредством электронной почты, написать письмо, само заявление на нашу почту, письмо РВЦ, собакарвц.ов.бай. Сегодня свыше двух тысяч бобручан предпочли бумажную электронную версию. С каждым месяцем их число растет. Потому что это проще, легче, быстрее. Ну, потому что не надо никуда ходить, в принципе, и ты можешь все это следить. В городе на распечатке извещений ежемесячно тратится около полутонной бумаги. На производство такого объема уходит от одной до двух тонн древесины. А значит, получение электронных жировок – экологичный и выгодный вариант. Не будь невидимкой, карантинные меры и безопасность с восклицательным знаком, как белорусские предприятия защищают сотрудников от пандемии. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Свыше двух тысяч экспресс-тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи передаст Беларусь и Китай. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Белорусские медики, со слов чиновника, активно общаются с иностранными инфекционистами, обмениваются актуальной информацией. Выйти из теней. Акция «Не будь невидимкой на дороге» пройдет с 27 марта по 2 апреля. Цель у строителей – обратить внимание пешеходов на необходимое соблюдение правил безопасного поведения на дороге. Напомнить об обязательном использовании фликеров, жилетов повышенной видимости в темное время суток. Карантин в учебных заведениях водить не будут, как пояснили в Минобразовании, с учетом текущей эпид-обстановки мера нецелесообразна. Ведомцы заверяют, отмена и перенос массовых мероприятий уже дали свои плоды. Вузы, напомню, сместили время начала занятий, чтобы не допускать в часы пик переполненного транспорта и разделить потоки пассажиров, которые едут на работу и учебу. Свети с эпид-обстановкой в мире. Многие организации принимают меры, чтобы обезопасить клиентов и посетителей, в том числе с помощью технологий дистанционного взаимодействия. Белпочта, как сообщается, обеспечила возможность получить пенсию и оплатить коммуналку на дому. А банки предлагают операции удаленного обслуживания. Ищите женщину. В Центре досуга и творчества Бобруйска чествовали победительниц городского конкурса «Женщина года». Смотр прошел среди лучших представительниц разных профессий. С триумфаторами встретились наши корреспонденты. В Центре досуга и творчества Бобруйска торжественно чествовали лучших представительниц прекрасного пола по итогам прошедшего года. Сегодня в городе свыше 80 первичных организаций Белорусского союза женщин. Для победительниц цветы, подарки и песни. Ну, вообще современная женщина, она очень активная. Она сегодня занимает руководящую должность. Она сегодня владеет информационными технологиями. Она сегодня является хорошим общественником. Она занимает должности в государстве. Она занимает должности в общественной деятельности. Помимо этого, она хорошая хозяйка, она хорошая мама. И все это она сегодня успевает. Сиди обладательниц почетного звания, представительницы разных профессий. Этот конкурс лишь городской этап. Совсем скоро каждая область определит своих «Женщин года». Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Смертельное пламя, пал травы, привел к трагедии. Бобручанин в результате возгорания получил ожог 90% тела. Сейчас, сообщают медики, его жизни ничего не угрожает. МЧС подтверждает, огонь в целом по району уничтожил 25 квадратов сухой растительности. Данные загорания, они приносят большой ущерб. Как показывает эта ситуация, также страдают от этого люди. И по стране таких случаев с тяжелыми последствиями, а также с гибелью людей, это далеко не первый случай. За этот месяц уже несколько погибших на стране у нас числится. Обманчивый плюс к концу недели, заверяют синоптики, страну накроет холодный фронт. В субботу до плюс 17, в воскресенье минус 1. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц. Коварный плюс к концу недели. Погода резко сменит нрав. По холоданию метеорологи обещают уже начиная с воскресенья. Ветер усилится, ожидается дождь со снегом. 27 марта в народе Венедиктов день. Мороз в эту дату, уверяли предки, сулил длительные заморозки. Гром, урожайное и плодородное лето. Завтра синоптики обещают переменную облачность. Без осадков температурный столбик днем покажет 13 тепла. Ночью до 5 с плюсом. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет. Кристина Арианц, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Последняя квартира на Маяке. Уже в эту субботу 157 семей получат долгожданные ключи от своих новых квартир в пестижном столичном жилом комплексе «Маяк Минска». Они будут жить в домах Рафаэль и Гоген. Застройщик возвел здание с опережением графика на полгода. А кто не успел, остались за бортом? Нет. В доме Рафаэль осталась 21 свободная квартира, а в доме Гоген 36. Смотрим, какие они. Прямо на берегу уникальной Слепянской водной системы, создающей водно-зеленый диаметр Минска. Гоген и Рафаэль образуют единый архитектурный ансамбль за счет четырехэтажного стилобата. Оба дома по 25 этажей. В стилобате коммерческая недвижимость, которая делает жизнь в домах еще более комфортной. Рестораны, кафе, магазины, оздоровительный центр. Вход в дома – дизайнерское лобби. Оформление посвящено каждому из художников соответственно. На этаж на скоростных лифтах. В продаже остались евро-двушки и трешки, а еще четырехкомнатная, где гостиная объединена с кухней. В Рафаэле – площади от 50 до 84 квадратов. В Гогене – от 47 до 77. Во всех квартирах – остекленные лоджии и французские окна. Премиальная городская среда – это и детский сад. Его возведение завершается во дворе домов. Парковки по периметру и у национальной библиотеки. И практически завершенный комплекс «Маяк Минска». Транспортное сообщение, метро, крупнейший торгово-развлекательный центр «Данамол». Рядом новая пешеходная артерия «Минска» – бульвар «Пикассо». Место городских и районных праздников, которое венчает мультимедийный фонтан «Данатанец». В комплексе детские сады, школы, магазины. Много помещений для ведения бизнеса, в которых салоны красоты, фитнес-центры, бутики, кафетерии. Как говорят в бизнесе – проходное место. Например, «Данамол» каждый месяц посещают более 2 миллионов покупателей. Вернемся к домам со свободными квартирами. К каждому покупателю индивидуальный подход. Помощь в подборе жилья и финансового решения. Консультацию по желанию можно получить дистанционно, по телефону. Финансирование – это партнерский кредит, лизинг, длительная рассрочка без процентов и переплат. Застройщик убежден, что выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за съем квартиры. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты. Компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье. И правильнее всего сделать свой выбор именно сейчас. В кризис время покупать, на пике продавать. Беспроцентная рассрочка в Майке Минска на срок до пяти лет. Первый взнос от 30% цены квартиры. Партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19%. Кредитная программа от Приорбанка рассчитана на пять лет. В первый год ставка составит 5,99%. В последующие 14,18%. Лизинг от компании «Айсбэ Лизинг» – первый взнос составляет 20%, при этом в первый год ставка составит менее 6%. В последующие ставка рефинансирования плюс 3% пункта. И традиционно, кто платит сразу, своими деньгами или с помощью кредита, получает существенные скидки. Гоген и Рафаэль ждут вашего решения и вас. И это все к этой минуте. Сразу после нас сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!